Бог в этом желании и подарок в книге «По гоа» о душе Робьес Фашани, раз он тоже говорил, что Вархаммили бархаммель, а слато мистер мистер, шалон бхаритс и бауля. То вчера мы сказали, что Кадыш – это и для усопшего, и для скорбящих, и также для Всевышнего. Есть интересная история, что был один очень великим дирижер. И однажды у него был концерт, но он себя плохо чувствовал, не мог выйти на этом концерте к нему. В этот день приходит человек, который хотел написать его автобиографию, и он говорит, что, значит, сегодня концерт меня там не будет, но я хочу послушать. Это было в 50-60-х годах, когда еще радио хорошо не звучало. Но он говорит, окей, можно я здесь останусь? Говорит, ты мне будешь задавать вопросы? Он говорит, нет, короче говоря, они остаются, он слушает, огромный оркестр играет. Когда закончился этот концерт, этот корреспондент его спрашивает, ну как был концерт? Он говорит, что все было хорошо, там 250 инструментов играло, но одного скрипача не хватало, но не может быть, я слышал, что все хорошо было. То, он говорит, я же тебе сказал, что ты мне будешь здесь мешать. Этот корреспондент связывается с тем залом, где играли, и спрашивает, как у вас было, все в коренце, хорошо? Он говорит, да. Ну как, и все были, он говорит, все музыканты были, но одного скрипача не хватало. Он говорит, как он так по радио, которое хрипело, хрихтело, мог это услышать? Вот так, как они говорят, что каждый человек в этом мире, это как один вот этот играющий музыкант. И у каждого есть своя миссия в этом мире. И Всевышний знает число и миссию всех людей. Поэтому, когда кто-то из этого мира уходит, очень важно говорить «кадыч», потому что с этого мира ушел один из тех, кто должен был продолжать миссию этого мира. Мы надеемся, что он закончил это. Но так, как они говорят, и Рабьё Севшани здесь пишут, что «кадыч» помогает, как бы, если можно сказать, и успокаивает даже Всевышнего, что сейчас его святость, того, кто нес его святость, уменьшилась. Дальше он говорит. То есть, в зависимости от грехов, больше зависит срок очищения. «Полное и искреннее раскаяние, включающее все возможные шаги по исправлению последствий преступления, а также неповторение его в будущем, искупает преступления еще при жизни». Еще раз. «Полное и искреннее раскаяние, включающее все возможные шаги по исправлению последствий преступления». То есть, здесь он, видимо, имеет в виду, что есть тикуним. Кроме того, что есть чувак, есть тикуним, который нужно делать для исправления последствий грехов, а также неповторение его в будущем, этих преступлений, этих грехов, искупает преступления еще при жизни. Мудрецы учат, что для обычных людей, не абсолютных праведников, средних людей, минимальный срок очищения составляет 1 месяц, а максимальный 11. И только для злодеев 12 месяцев гей-геномик. То есть, как мы сами говорили, во-первых, в гей-геном попасть еще это большая заслуга, минимум там человек находится 1 год, средний человек, максимум 11 месяцев. Это время, когда душа страдает и мучится, и составляет срок чтения кадыша. То есть, сколько кадыша мы говорим? 12 месяцев за минусом недели. Чтение кадыша сыном или другим родственникам умершего есть признание божественного суда, и оно облегчает душе пути после смерти. Талмуд Шаббат, 119, 2-ая страница, говорит о мистической силе кадыша, способной изменить решение божественного суда. Медраж Танда Вилияу выражает эту мысль в рассказе о том, как однажды к великому мудрецу Рабиакиве явился известный грешник, который незадолго до этого умер и был в мире душ приговорен к тяжелейшему наказанию за свои грехи. Грешник сказал Рабиакиве, что его сын, в том случае, если он будет читать Барху и Кадыш, сможет облегчить его наказание. Рабиакива научил молодого человека этим молитвам. Тот стал читать их и тем самым принес отцу спасение в потустороннем мире. Так заслуга сына помогла спасению отца. То есть, этот сын был неуч, Рабиакива научил его Алифбет, говорит Кадыш, молиться и так далее. И потом действительно он встретил этого человека и не узнал. Сначала он был черный-черный от всего страданий, мучений и очищения грехов, которые он там проходил. А потом он очистился и светился. Кадыш это. Теперь он говорит так. Итгадал виткадаш шмей Раба. Амен. Мы отвечаем. Здесь он пишет, здесь весь Кадыш. Перевод. Что это? Итгадал виткадаш шмей Раба. Да возвысится и осветится его великое имя. И мы все должны ответить на Амен. То есть, Итгадал от слова Гадоль. Увеличится, возвысится. Вид Кадаша от слова Кадош. И осветится имя Всевышнего. Это первое, что мы говорим в Кадыше. Какое-то значение имеет? Да, мы рассказали все. Сейчас посмотрим. Где осветится и возвысится имя Всевышнего? В мире, сотворенном по воле Его. И да установит Он царскую власть свою. И да взрастит Он спасение. И да приблизит Он приход Машеха своего. То есть, мы говорим, чтобы имя Всевышнего возвысилось и осветилось в мире, который Он создал, сотворил по своей воле. Чтобы мир безразличный, чтобы все признали его власть и его царство. И чтобы побыстрее пришло спасение имя Всевышнего. При жизни вашей, в дни вашей и при жизни всего Дома Израиля, в скорости, в ближайшее время и скажем Амен. То есть, когда мы это хотим, чтобы все, кто присутствует здесь, те, кто слышит и отвечает на Кадыш, при нашей жизни, при вашей жизни, при жизни всего еврейского народа, чтобы имя Всевышнего пришло в ближайшее время. Потом мы говорим, ягэшмэйраба, да будет великое имя Его благословено вечно во веки веков. То есть, тот, кто говорит Кадыш, он как бы призывает нас ответить на это. И мы говорим, да, как мы, тот, кто говорит Кадыш, просто, чтобы имя Всевышнего освятилось и возвеличилось, мы говорим, да будет великое имя Его благословено вечно во веки веков. Да будет благословляемо и восхваляемо и прославляемо и возвеличиваемо и превзносимо и почитаемо и величаемо, и воспеваемого имя Святого Творца, благословен Он. Привыче всех благословений и песнопений, восхвалений и утешительных слов, произносимых в мире и с каждым моментом. Это то, что мы отвечаем. Яшмэр, Абамэ, Барах, Лаалам, Лаалмэр, Майайд, Барах, Иштабах, Выше, Баид, Баар, Баид, Румам, и так далее. Потом мы говорим, да будут дарованы с небес прочный мир и счастливая жизнь. И счастливая жизнь нам и всему Израилю в каждый момент. Устанавливающий мир в 10 дней рассказания. Вместо шалом мы говорим, осе, ха-шалом. В этом мы говорим, осе, шалом, и мрамов. Здесь мы говорим, осе, ха-шалом. В своих высотах, то есть мир устанавливает, Бог устанавливает мир в небесах. Он пошлет мир нам и всему Израилю и скажем, амен, и все отвечают, амен. Поэтому очень важно слушать скадиш и говорить скадиш правильно, потому что если человек произносит скадиш неправильно, как мы с вами говорили, во-первых, не проглатывать буквы. Итгадаль, не иткадаль, итгадаль, итгадаль, а слово годоль. Очень много людей говорят итгадаль. Витгадаш, потом должна быть пауза, чтобы ше последнюю и ше в следующем слове, первую ше разделить. Итгадаль, витгадаш, шмейраба. Потом мы говорим в Алма-Ади-Браке-Руте, итгадаль, а слово годоль, итгадаль. Итгадаль. Итгадаш, мэрабабе, Алма-Ади-Браке-Руте, ямних мальхуте. Ясмах, ухане, викаре, мешихе, вот это мы говорим викаре, мешихе. Вот это, там есть буква, точка в букве «хе», и мы говорим, что его, его имя. Например, сегодня у нас недельная глава, мы читаем «Матод», там очень часто есть слово «иша» и «иша». Какая разница, когда просто «иша» мы говорим, что это женщина, а «иша» это ее муж. Вот эта буква «хе» из точки, которая обычно не произносится, показывает принадлежность. Поэтому говорим, что мы говорим, чтобы его царство вернулось, его и увеличилась его силы, и так далее. И поэтому... У нас обычно принят, что мы говорим только на Аммеда, и что Алях Цибур говорит на Кадиш Тит Кабаль. Но в Ашкеназиме у нас там, в Бухарест-Амарканде, был обычай, что мы говорили это, все, кто говорил Кадиш, но у нас, можно мы понимали, у тех равеных, которые были там, «Олсвя Ашалом» говорит даже те, кто говорили Кадиш сами. А вот почему царство вернулось? Почему они говорили, что царство вернулось? Установилась его царство, царская власть, и взрослел он спасение. Установилось. Сегодня люди не признают Бога, мы хотим, чтобы все признавали, мы просим, чтобы все признавали царство вернулось Бога. И поэтому, как мы сказали, «Олделейдер спрашивает Кадиш, опять, умершему, какая польза от Кадиша?» Кадиш, мы, как видим, об умершем ничего не говорит. Все, что мы просим, чтобы возвеличилось, увеличилось имя Всевышнего, чтобы пришел Маше, чтобы был мир во всем мире, для евреев был мир. Польза умершему от Кадиша в том, что он, Бару Хашем, правильно воспитал своих детей, которые знают дорогу в синагогу. Приходят и говорят Кадиш, и молятся, и в надежде на это, что они возвращаются к Тории тоже. Как мы говорили, есть то, что Хамин говорят, «Тфилот Абот Тикнум». Молитвы установили, исправили Тикнум, то есть установили нам молитвы, кто наши прадцы. Кто это наши прадцы? Авраам, молитву Шахари, молитву Минха, Яков, молитву Арви. Но, к сожалению, это относится к нам тоже, которые приехали в Советский Союз и были оторваны. Когда мы приходим в синагогу, когда люди начинают ходить в синагогу, когда, не дай бог, папа, мама скончались, приходят и говорят Кадиш. До этого в синагоге людей, к сожалению, не видно. Поэтому говорят, а вот, кто установил молитвы для этих людей, их отцы, его отец, который скончался, сейчас из-за него его сын приходит в синагогу. Если мы пойдем в другие синагоги, я думаю, верю в Борбар, у нас, если из ста человек в синагоге, 90 человек говорят Кадиш. У них из ста человек один или двое говорят Кадиш, все остальные слушают. Все остальные приходят в синагогу, потому что еврей должен молиться в Миньяне, должен молиться как еврей. Поэтому у нас пока, Тфилот Аботтикном, нам установили молитвы не только Абрамисах и Яков, и наши прадоцители, мы желаем, дай бог, чтобы все были живы, здоровы, и никто не умирал, но сами мы осознанно приходили в синагогу, молились и изучали Тору. Амин, амин.